Новости на Дону. Категория 12+. Нельзя оставить автомобиль на отрезке от улицы Нансена до Фрунзе, сообщает департамент автодорог. Запрет действует на западной стороне проспекта ежедневно. Предполагается, что это позволит увеличить пропускную способность одной из главных дорожных артерий Ростова за счет освобождения места, ранее занимаемого припаркованными машинами. Теперь правовую помощь онлайн могут получить иностранцы. Региональное управление МВД присоединилось к проекту законодательного собрания и подписало соглашение с МФЦ. Теперь, чтобы узнать юридические тонкости получения паспорта или гражданства, достаточно зайти в ближайший многофункциональный центр, и вас свяжут по видеосвязи со специалистом, который даст компетентный ответ. На момент подписания соглашения между областным МВД и уполномоченным МФЦ в проекте «Правовая помощь онлайн» уже участвуют 22 многофункциональных центра по всей области. И услуга будет востребована, говорит зампредседателя Донского парламента, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова. По мониторингу, который мы провели, очень большое количество вопросов возникает как раз у жителей Донецкой, Луганской областей, работающих и живущих здесь, и имеющих намерение получить российское гражданство. Я думаю, что отчасти эти вопросы будут сняты, в том числе в ходе реализации нашего проекта. По словам заместителя начальника Главного управления МВД России по Ростовской области Вячеслава Нагоши, сфера миграции – это более 70% вопросов, с которыми обращаются ведомства. Сотрудничество с МФЦ позволит оптимизировать эту работу. «Правовая помощь будет оказываться на базе отдела полиции номер 6, Первомайский район областного центра. Мы говорим о том, что наиболее квалифицированные специалисты у нас работают именно в областном центре. Послуги будут оказываться в режиме онлайн, в режиме видеоконференц-связи». Очередной этап проекта «Правовая помощь онлайн» стартовал успешно, а до конца года планируют привлечь к проекту еще несколько органов власти и структур, помогающих населению. Первое предпосевное совещание прошло в Ростовской области. Аграрии и чиновники обсудили, как лучше проводить пассивные работы и почему вопросы сохранения влаги стоят особенно остро. Встреча состоялась в Верхнедонском районе, в одном из самых северных, но при этом самых успешных хозяйств региона. Аграрии из разных районов приехали туда на совещание за советами специалистов. Один из важных вопросов – грамотная обработка растений. От нее зависят всходы озимых, говорит руководитель регионального Россельхозцентра Владимир Соломатин. «Когда мы работаем антибиотиком, обязательно нужно усилить растения удобрением в хилатной форме, микроудобрением. Либо самое простое – это гумат, только обязательно содержание гуминовых кислот должно быть не менее 12% гумата». Научно обоснованный подход к земледелию – не только основная тема таких встреч, но и главный принцип к предстоящей посевной, отмечает первый замгубернатора Виктор Гончаров. «Мы уже не ждем хорошей погоды, мы должны работать в любых условиях. И для нас важно – это не рекорды, а доходность с гектара. Мы хотим, чтобы наши сельхозтоваропроизводители как можно больше могли заработать, получить прибыль, заплатить налоги, заработные платы. Это для нас первоочередная задача». Участники совещания отметили, что для хозяйств с годовым оборотом меньше 100 миллионов рублей предусмотрены налоговые льготы. Важно вовремя подать заявку. Лимит льготных кредитов со ставкой не выше 4% регион до конца не использовал. Можно получить оборотные средства к предстоящей посевной. Также к началу осенних работ аграриям собираются выдать субсидии на подорожание топлива. Грант в 500 тысяч рублей выиграла ростовчанка на Всероссийском форуме «Таврида». Премию поэтесса Мария Гурова получила на смене для молодых деятелей литературы и театрального искусства. Деньги потратят на развитие ростовского театра поэтов, говорит режиссер и художественный руководитель театра Мария Гурова. В этом году мы планировали расширять реконструкцию театров разных. Античный театр, Первая мировая война. Помимо этого у нас есть еще литературные мастерские, съемка художественных клипов на авторские стихотворения. Правило, каким-то датам, то есть праздники, государственные или просто какие-то литературные. Помимо этого у нас еще есть разные тематики выступлений, не имеющих отношений к каким-то датам. Часто работаем в формате мертельного шоу, у нас есть несколько заготовок. Это уже второй грант за все полтора года существования театра. Первые в 100 тысяч рублей получили там же, на Тавриде, в прошлом году. Его потратили на реконструкцию фронтовой бригады времен Великой Отечественной войны. К слову, пока команда Марии Гуровой – единственная в России и странах бывшего СНГ, кто сделал историческую реконструкцию фронтового театра. Золото, две серебряные медали и четыре бронзовые получили донские казаки в Шотландии. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель оргкомитета международных казачьих игр Шермицы Олег Николаев. Знаменитые горские игры проходили в Глазго. Делегация спортсменов из Ростовской области принимает в них участие уже третий год. Своё мастерство в борьбе бакхолд, кулачном бое и фехтовании на палашах демонстрировали Пётр Борисанова, Владислав из Волгограда, а также Владислав Кольниченков и Борис Ермачок из Семикаракорска. Это традиционные шотландские бои. Смысл в том, чтобы проявить навыки казачьей борьбы в новых дисциплинах, говорит Олег Николаев. У шотландцев они развивают свою национальную борьбу, которая называется бакхолд. То есть это борьба в обхват. Без поясов руки скрепляются крест-накрест за спиной противника. И таким образом происходит борьба. Она отличается, конечно, от борьбы на поясах и по способу захвата. Там есть нюансы. Культурный мост между традиционными состязаниями казаков и шотландцев установился в 2016-м. С тех пор каждой весной шотландские спортсмены приезжают в Ростов на Шермицы. Они состязаются в кулачных поединках, борьбе на поясах и фехтовании на саблях. В конце лета команда донских казаков, победивших в Шермицах, принимает участие в горских играх. Донские казаки становятся чемпионами и призерами горских игр уже в третий раз. Это были новости. ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Кристина Олешко. Редактор субтитров А.Семкин